Друзья, всем привет. Это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Верьянов. Сегодня у нас очередной обзор. Я посмотрел, у нас в плейлисте обзоры по домам уже больше 50 обзоров. Большую работу проделали. Тем не менее, я каждый раз стараюсь подбирать дома, которые не похожи на предыдущие. Все-таки каждый раз какой-то дом со своими уникальными решениями. В этом и прелесть нашего замечательного канала ВДТ. Сегодня будем делать обзор на вот этот дом, который с классическим фасадом, но внутри шик, блеск, гламур и арт-деко. Будет очень много интересных фактов из рубрики «Умники и умницы». Поэтому досмотрите этот выпуск до конца. Будет суперполезно и интересно. Ну что, готовы? Поехали! Посмотрите этот царский размах. Тот самый шик, который присущ стилю арт-деко. Это здорово сочетается с фасадом. Огромное количество разнообразия мрамора. Бассейн переливной. Балкон широкий, длинный. Вообще замечательный. Краткие характеристики проекта. Усадьба с классическим фасадом и интерьером в стиле арт-деко. Общая площадь строения 1440 квадратных метров. На участке 22,7 соток находится в коттеджном поселке усадьбы Архангельска в 11 километрах от МКАД. В доме 4 уровня, 5 спален, спа-комплекс с бассейном, хамамом и комнатой для массажа. Лифт, бар, бильярдная, домашний кинозал, блок для персонала и гараж на два машины места. Итак, мы находимся в коттеджном поселке усадьбы Архангельска. Здесь построено 26 домов в едином классическом стиле. Изначально здесь девелопер запланировал правильный поселок, правильную посадку домов. Это один из домов, который полностью уже отделан и готов к въезду. Здесь, как вы видите, секции полупрозрачных ворот с ковкой. С этой стороны у нас въезд в гараж на два машины места. И очень удобно то, что въезд осуществляется прямо с дороги. То есть гараж по границе участка, все по нормам. Но зато он не съедает места на участке. Наверху можно видеть три окошка из помещения обслуживающего персонала. Мы немножко там подснимем тоже. Ну а это у нас главный вход. Калитка тоже кованая. Попадаем на участок очень зеленый. По фасадной части четыре большие разросшиеся сосны, явно высаженные. Но посмотрите, лет 12 прошло уже с окончания строительства. Это уже полноценные лесные деревья. Они добавляют немножко приватности. Дом немножко на возвышении. Вот эти ветки уменьшают просматриваемость от соседей. Стиль ландшафта немного дикий под естественный лес. Зелени очень много, несмотря на то, что мы снимаем в конце октября. Все это за счет того, что высажено очень много вечно зеленых растений. Это и сосны, и туи, и можжевельники. Некоторые еще и лиственные не до конца опали. Пойдемте с этой стороны пройдем. Участок посмотрим. Здесь эта концепция продолжается. Тоже очень много вечно зеленых растений. Я вообще насчитал более 20 крупномеров на этом участке. А здесь прям практически сплошная стена. Чуть-чуть проглядывается дом в таком же классическом стиле. Так, здесь установлен блок внешний от кондиционирования. Кентацио, Япония. В доме есть как канальные кондиционирования, так и приточно-вытяжная вентиляция. Удобство такого отдельного блока в том, что он не портит фасад. Аккуратно здесь поставили, кустами задекорировали, практически его не видно. Вот это интересная штука. Интересно, удобно или нет? Это маскировка радиолокационная. Может быть, это спутник у этой линии? На самом деле это такая лежанка. Я на фотографиях ее видел, все хотел примерить, удобно или нет. Ой, слушай, а кайф вообще. Слушай, это в твоем коричневом пальто, да? Классно смотрюсь. Может, это на обложку сделаем, фотографии вот так? Здесь у нас выход из спа-зоны. Там две стеклянные двери. Сюда ставим лежаки. Здесь как раз южная сторона. Сейчас утреннее солнышко вот так восходит. И вот здесь вот принимаем солнечные ванны. Участок 22,7 соток. Большая часть из него это газон. Есть ряд таких композиций в центре участка. Вообще очень интересная здесь многоуровневость ландшафта с точки зрения посадок. Явно работали профессионалы. То есть вот каждый отдельный объем, это как самостоятельная композиция. Можно посчитать количество уровней. Я не знаю, наверное, 7 примерно уровней разной высоты. Отдельно хочу сказать, видите, как сделан вот такой вал, который приподнимает уже разросшиеся большие сосны. Создается ощущение, что ты прямо в лесу находишься. Очень здорово и уютно на этом участке. И такая же концепция у соседних участков. То есть этот ряд сосен, он продолжается, продолжается. А вот там вообще просто шикарная зеленая композиция лесная. Мы находимся в 500 метрах от трассы. Я себе, кстати, установил приложение шумомер. Раньше были отдельные приборы, а сейчас в целом айфон очень здорово измеряет шум. Но, кстати, трассы практически не слышно. Это ветер просто. Да, кстати, ветер задувает. То есть где-то в районе 50 дБ на улице, вот видите, написано, уровень шума в норме. По нормам вообще в жилых помещениях днем это 40 дБ, а ночью 30 дБ. Ну, в целом в закрытом доме, где приточная вытяжная вентиляция и закрыты окна, однозначно будет в рамках нормы. В доме есть множество входов-выходов. Из СПА-комплекса мы видели. Там спуск в цокольный этаж и в котельную. А вот здесь вот такой парадный вход в сам дом, задний вход, да, он приходит у нас в столовую. Это, кстати, часть дома выступающего, называется Резолит, не путать с Эркером. Вообще мы находимся буквально в двух километрах от усадьбы Архангельская. Она построена в 18-19 веках. И архитекторы этого поселка вдохновлялись чертежами позапрошлого века. Поэтому мы можем видеть множество архитектурных элементов, свойственных классической архитектуре, которые были взяты из усадьбы. Ну и у нас замечательная наша любимая рубрика «Умники-умницы». Я считаю, что это тот самый фасад, на котором стоит раскрыть все элементы классической архитектуры, классического фасада. Здесь их огромное количество. Давайте будем двигаться сверху вниз и начнем с архитектурного карниза. Он опоясывает все здание, то есть по всему верхнему периметру. По сути, это край крыши, выступающий вперед от стен. Он является не только декоративным, но еще и функциональным элементом, потому что защищает внутреннее подкроильное пространство от осадков. Далее у нас кронштейн. Здесь их несколько. В частности, например, на карнизах тоже есть кронштейны. Архитектурный кронштейн – это выступающий элемент, подрасположенный над ним горизонтальным элементом здания. Например, под карнизом. Кронштейн может быть самостоятельным элементом или в части какой-то конструкции. Он может нести и декоративную функцию, и несущую в том числе. Следующий у нас фриз. Это вот здесь вот под карнизом небольшая такая лента. В современном зодчестве ее используют для обрамления или завершения части здания. А вот между этажами – это гурты. Их часто еще ошибочно называют карнизами, но это неправильно. Гурты или тяги с их помощью осуществляют горизонтальное членение здания и задают порядок в ордере. Они имеют, между прочим, тектонический смысл. Но здесь речь не о тектонических плитах. Речь о тектонике, то есть о композиционных свойствах, которые оказывают зрительный эффект на восприятие пропорций здания. Дальше идут наличники. Это достаточно классический элемент – обрамление окон и дверных проемов. Здесь их очень хорошо видно, прям по периметру окна. Вот идут как раз эти наличники. Кстати, наличники могут выполнять четыре функции. Это конструктивная, защитная, декоративная и тектоническая. А еще посмотрите этот интересный элемент над верхним наличником. Вообще это все пошло от так называемого замкового камня. Я вообще думал, что замковый камень – это речь про арки. То есть когда выкладывали кленовидными камнями арку, сверху вставляли отдельный камень, его выделяли. Он называется замковый. От слова «замок». То есть он запирал всю эту конструкцию, а она становилась прочной. То есть без цемента, без всего, без растворов. Все это держится много сотен лет. Но дальше этот элемент, то есть центральный камень, он стал появляться еще и на обычных прямоугольных окнах. То есть в данном случае он просто нес уже декоративную функцию. И часто его делали именно клиновидным. Но вот здесь уже сделали чисто декоративным. То есть даже не видно клина, просто прямоугольный. Но вот такой вот интересный завиток. Я предполагаю, что это произошло из-за того, что сочетались как арочные окна, например, так и обычные прямоугольные. И для того, чтобы связать в единый стиль, добавляли вот такой элемент. А рядом у нас, посмотрите, элемент, который называется «слепое окно». Его заложили, потому что внутри там хамам. Интересную историю, кстати, прочитал про слепые окна. В Великобритании очень много зданий, где большое количество заложенных слепых окон. Там в определенный момент ввели налог на богатство. И в домах, где было больше 10 окон, брали повышенный налог. При этом налог, он возрастал в несколько раз. Грубо говоря, 2 шиллинга было, а если больше 10 окон, то еще плюс 4. Поэтому в домах решили бороться с этим и закладывали какое-то количество окон. До сих пор множество зданий в Великобритании с заложенными окнами. Не только русские смекалки появляются. Да, это точно. Но в данном случае слепое окно нужно, потому что там внутри хамам. И окно обычное, стеклянное, не нужно. Ну и завершая тему окон, давайте еще разберем один элемент. Называется сандрик, это разновидность карниза. Но располагается он обычно над окнами или над дверными проемами. То есть, по сути, такая профилированная полочка. Вот, кстати, в данном случае тоже с кронштейнами. Так, ну а здесь у нас пилястра. Ребята, это я бы назвал такая недоколонна. Вариант членения вертикального уже здания. То есть, ей не надо делать полноценную колонну. По сути, экономия материала. Здесь есть капитель небольшая и база. Если бы их не было, то такой архитектурный элемент назывался бы лопатка. Про экономию прям как-то вообще не вяжется. Так как это? Ну, одна колонна, представляешь? Вот колонну. Сколько в ней надо? Плюс еще, чтобы она что-то держит. Вот, она... Ну, их много тоже не сделаешь. А тут вот дополнительно сделали две такие пилястрочки. И вообще замечательно все выглядит. Вот еще, кстати, посмотри, подготовили уже вывод под освещение. Вот, то есть, красивый светильник сюда вешается. Выглядит волшебно просто. Да, это просто такой декоративный элемент. Абсолютно точно. Ну, у него никакой несущей функции нет. Ну, еще тектонический смысл он тоже может иметь. Так, ребят, забыли-то еще главный элемент, который сверху сам находится. Это балюстрада, то есть она огораживает террасу на третьем этаже, который находится. Она, по сути, состоит из фигурных столбиков, которые называются балясины, да, а сверху перила. Вот еще один элемент, на который хочу обратить внимание. Как раз солнышко на него светит. Это называется русты. То есть, по сути, такие накладные элементы. В моем понимании, в нашем ИЖС, да, это всегда именно обрамление углов. Но на самом деле в архитектуре они встречаются и просто на фасаде здания. Делают их из декоративного камня, из кирпича. Сейчас из искусственных материалов, но не в данном случае. Здесь весь фасад, все вот эти элементы, о которых мы говорим, сделаны из натурального камня травертина. А про варианты отделки травертина мы с вами говорили. Мне, кстати, этот камень именно для классических фасадов больше всего нравится. Он такой теплый, бежеватый. Ну, в общем, очень достойно смотрится. Так, ребят, у нас еще не все элементы. У нас есть еще передний фасад. Магия монтажа. Итак, есть еще ряд элементов, которых нет на заднем фасаде. В частности, например, филенки. Это часто прямоугольные накладные элементы с внутренней частью. Внутри еще иногда располагают какие-то тоже декоративные элементы. Тут попроще все, ничего внутри нет. Вот от слепого окна отличается тем, что это все-таки накладной элемент. Вот этот интересный элемент называется модульон. По сути, такой вот завиточек. Ну и, конечно же, как же обойтись без колонн в классической архитектуре? Вот они, родные. Они состоят из базы, ствола, колонны и капители. Колонны бывают разных ордеров. Я раньше думал, что ордер определяется исключительно по капителе. Но, оказывается, все имеет значение. Например, это колонна дорическая. Вот, у нее есть вот такие вот канелюры, да, вот эти выемки, называются канелюры. Если вы хоть как-то изучали архитектуру, то знаете, что это разновидность римской дорической колонны, потому что у нее есть база. У греческой базы отсутствует. А вообще существует основных четыре ордера. Это ионический, дорический, тосканский, коринфский. Ну, есть еще и смешанный ордер. Друзья, ну, мне кажется, это самое время поставить лайк этому видео, чтобы больше людей вдохновлялись классической архитектурой. Без нее никуда. Она все-таки на века. И нас будет преследовать еще долгие-долгие столетия. Так, ребят, я посмотрел тут статистику. Оказалось, 81,8% зрителей из миллионов просмотров смотрят канал без подписки. Ну, как такое может быть? То есть вы смотрите, но не подписывайтесь. Быстренько нажали на кнопочку, сделали ее не красной, а серенькой. И колокольчик тоже нажмите, чтобы ничего не пропустить. Так, у нас осталась четвертая часть фасада. Давайте ее тоже посмотрим. Это, по сути, такой логистический коридор, потому что отсюда у нас выход из гаража. И мы можем пройти либо к центральному входу, все под навесом, никакой дождь нам не помешает. Вот, или пройти сюда, прямо на техническую кухню. Ну, сейчас в декоративных целях поставили этот цветок, а так, как бы, заходишь и прямо сюда проносишь продукты. Очень удобно. Кстати, интересная особенность этого дома в классическом стиле, это то, что у нее есть вот такая терраса, где можно организовать барбекю-зону. Потому что для классических домов это особая история. Я вот редко видел нормально организованные барбекю-зоны. А здесь это можно легко сделать, потому что мы под навесом с одной стороны, с другой стороны прямо рядом с кухней. То есть можно что-то дополнительно здесь готовить. Вряд ли здесь имеет смысл накрывать непосредственно стол. Все-таки больше такая техническая часть. Это нужно делать уже на задней части участка. Но для приготовления чего-нибудь на углях самое то место. Так, ребят, в сам гараж и в блок обслуживающий персонал я не пойду. Я буквально вам здесь расскажу, но ребята залетят туда и все покажут. Гараж, как я уже говорил, на два машины места. Площадью 53 квадратных метра. А сверху второй и мансардные этажи общей площадью 112 квадратных метров, которые можно отдать обслуживающему персоналу. На втором этаже большая спальня 29 квадратных метров, ванная комната 9, уютная кухня 7 квадратов и просторный холл 16 квадратных метров. Блок персонала можно сделать автономным, поставить стенку и сделать так, чтобы он закрывался на ключ. А на мансарде уже open space 42 квадратных метра. Есть еще один санузел 9 квадратных метров. Здесь уже возможны варианты. Либо также отдать этот этаж под обслуживающий персонал, или сделать, например, гостевую спальню, почему бы и нет, или детскую игровую комнату. Очень здорово. Вообще они ушли туда, полностью их пространство никому не мешает. Раль для детей. Так, ребят, ну что, пора входить в дом. Кстати, смотрите. Преимущество, когда поселок строится застройщиком, четкие пятна застройки и даже калитки выверенные. То есть калитка напротив калитки, да, и въезд напротив въезда. Очень здорово, и создается как раз вот это состояние законченности. Тут, конечно, еще происходит ремонт, но он уже на финальной стадии. Какие-то дома уже заселены, какие-то еще в стадии отделки. Но очень уютный, тихий поселок в едином стиле. Кстати, очень жалко, что рынок немножко пошел не туда. После кризиса 2008 года, да, и стало появляться огромное количество поселков, без подряда так называемых, где каждый уже строил все, во что гораст. Мне, конечно, больше нравится, когда единая архитектурная концепция, а не архитектурный зоопарк. Что ж, пройдем в дом. Мы это сделаем через стеклянные двери. Они с небольшим зеркальным эффектом. То есть, по сути, вот с улицы особо ничего не видно, то, что внутри происходит. Прошу. Итак, попадаем мы в прихожую. Она отсечена от основного холла дополнительно еще дверью. При этом все стеклянное, то есть очень светло и достаточно просторно. То есть можно эти двери открыть, полностью распахнуть летом, например. А вот сейчас осень, зима начнется как раз как некий тамбур, отсекающий холод. Здесь вот интересная кладовка. Вообще по этому дому достаточно много подобного рода помещений. Но это не просто, знаете, какая-то дверь там со скрытой коробкой. Это часть дизайна интерьера. Вот, все отделано с красивыми ручками под стиль самого дома. Как у нас брокеры сказали, это самая правильная вообще кладовка. Она еще и с окном. То есть могла бы быть настоящей комнатой Гарри Поттера. Это получилось подлестничное пространство. Ну и в целом, как бы очень здорово его задействовали. Мне кажется, таких технических помещений в доме много не бывает, однозначно. Вот здесь вот очень удобно. Оно и при выходе, кстати, вот лопату положить, чтобы быстренько разгрести снег, который вот только-только выпал. Чтобы не стоял ни здесь, в гараж не надо идти. Взял отсюда, хопс, обратно положил. Все здорово. Итак, двигаемся дальше. Проходим в шикарный холл. Посмотрите этот царский размах, да? Высота потолков. Давайте поизмерим. Так. Ну-ка. Наши любимые занятия. 3,7 метра. Но вот там я вижу в столовой зоне еще выше. Кстати, ребят, смотрите. Я своему помощнику дал задание выбрать новый дальномер. Маленький, компактный, очень многофункциональный. Измеряет и углы, и запоминает измерения. Плюс он на аккумуляторе, то есть быстро заряжается. Я ему сколько уже, несколько месяцев пользуюсь. Вообще зарядка на 100%. То есть на очень много измерений хватает. Ссылочка будет в описании. Не реклама, просто действительно кайфую от классного гаджета. Ничего не весит абсолютно. В карман положил. Очень удобно для любого архитектора, дизайнера и брокера в том числе. Так, друзья, ну конечно же, когда входишь в этот вестибюль, сразу бросаются в глаза вот эти колонны. Это уже, конечно, не дорический ордер. Я бы даже назвал его эклектическим ордером. Естественно, это придумка дизайнера. Но тем не менее, это тот элемент, благодаря которому какие-то элементы прям классического фасада перекликаются с элементами арт-деко. Посмотрите, какие шары в основании. Да, и капители с шара. Вот они еще с подсветкой. Очень здорово это гармонирует с двумя светильниками на потолке. Переливаются, просто блестят. Это вот тот самый шик, гламур, который присущ стилю, в котором сделан интерьер этого дома. Это стиль арт-деко. На архитектурном плане дома это помещение было обозначено как вестибюль. Я тут задумался, а в чем разница между холлом. Это у нас опять рубрика «Умники, умницы». Холл – это помещение для ожидания, для отдыха, для встреч. Оно может быть расположено как рядом со входом, так, например, лифтовой холл или холл второго этажа. То есть не обязательно рядом со входом. Есть прихожее еще понятие. Оно обязательно у двери. Это место, помещение, где можно раздеться, снять обувь. А вестибюль аналогичен прихожей. Но так же, как и прихожая, он располагается у входной двери. Вестибюль, в отличие от прихожей, предполагает возможность распределения большего потока людей. То есть в целом это слово, которое относится к коммерческим помещениям, где действительно много людей. Но и для большого дома, где может быть большая семья и огромное количество гостей, здесь локтями никто точно толкаться не будет. Так, ребят, мы пропустили гардеробную. Вот она здесь прямо при входе находится. Так, а что-то мы не убрали, да? А ладно, а что, это же рабочий процесс. Ребят, нам всегда во время съемок нужно место, помещение, в котором можно разложить все наши оборудование, все наши вещи. И часто этим местом становится гардеробная комната. Но поскольку ее надо показать, мы во время съемок это все выносим, показываем, обратно заносим. Короче, это отнимает кучу времени. Вот сейчас решили вам показать все, как есть. Сама гардеробная еще не оборудована, поэтому можно ее будет укомплектовать. Но периметра стен здесь достаточно для того, чтобы разместить огромное количество и одежды, и обуви. В общем, всем места хватит однозначно. Плюс можно еще какую-то часть хранения верхней одежды, обуви, разместить под лестницей у гаража. Так, друзья, стоит сказать, что в этом доме огромное количество разнообразия мрамора. Здесь аж 17 сортов мрамора. Это просто потрясающе. Начиная от пола, весь пол на первом этаже, ступени лестниц. Это греческий мрамор волокос. И он даже заходит на стены в виде плинтуса. Конечно, выглядит фантастически. Естественно, все это теплый пол. Ребята, он босиком ходит и вообще очень комфортно. Тема, как тебе? Тепло? Нормально? Постой улицы вообще супер. Класс. Я в ботинках, но я тоже чувствую, что тепло, хорошо. Посмотрите, например, вот такой мрамор за камином. И он же используется в качестве подоконника. Только посмотрите на этот рисунок. Называется мрамор, как вы думаете, Чипполлино. Итальянский мрамор Чипполлино-андулата. Назван так, потому что прослойки мрамора похожи на чешуйки луковицы. Вот здесь, посмотрите. Как будто так поперек разрезали, и вот они пошли чешуйки. Этот мрамор относится к категории многоцветных материалов. Не так часто уж прямо встречается. Несмотря на насыщенные цвета мрамора, он отлично перекликается, например, со столешницей, да, и с ножками стола, с этой зеленой люстрой. И вообще здесь в интерьере основные элементы – это светлый фон и акцентные зеленый и золотой, как, например, отделка камина из мозаики. И вот эти вот золотые шары в колоннах. А мы уже оказались в гостиной таким незаметным образом. 71 квадратный метр, совмещена с столовой зоной, но стол еще отдельно есть и на кухне. То есть это скорее стол для таких званых ужинов, редко будет использоваться для повседневных обедов и завтраков. Диванная зона, диванчик, два кресла, огромный журнальный столик. Он, кстати, сделан из эбенового дерева. Ребят, посмотрите, это большая редкость сейчас, потому что с 1994 года эбеновое дерево, его еще называют музыкальным деревом, оно занесено в Красную книгу. Эту проблему сейчас пытаются решить путем промышленного выращивания, то есть высаживают плантации, но растет такое дерево от 70 до 200 лет для того, чтобы можно было использовать. Поэтому когда там 70 лет пройдет после 1994 года, непонятно. Еще интересно то, что эбеновое дерево одно из самых плотных. 1300 килограмм на метр кубический, то есть оно тонет в воде. Кресла вот эти, кстати, это Baker Furniture. Коллекция Atrium, США, часто используется в интерьерах ар-деко. ТВ-зона, собственно, пока телевизора нет, но, может быть, он здесь и не понадобится, потому что напротив камин. Вот, и это, кстати, очень классное расположение. Там ТВ-зона, тут камин. Все сидят, соответственно, либо смотрят туда, либо сюда. По сути, это ручная работа, то есть никакой топки нет. Это выложенная топка уже из кирпича, ну и вся необходимая дымоходная система. Он там отделан глянцевой черной мозаикой и, соответственно, какие-то здесь есть восточные мотивы. Он с интересными закруглениями наверху, по бокам. То есть это не просто прямоугольная какая-то коробка, а как такая огненная шкатулочка. И вторая часть этого помещения, это уже непосредственно столовая. Огромный стол, в данном случае на восемь посадочных мест. Кресло из, не знаю, бук, наверное, ну что-то такое очень тактильно приятное. А сверху вот эта люстра, конечно, просто замечательная, из муранского стекла, зеленого цвета с акцентными такими темными или даже черными висючками. Не знаю, как это сказать. Ребят, ну все переливается. Видите, здесь и глянцевый стол, и столик журнальный. Да, вот очень много таких поверхностей, которые прям блестят. Много элементов в отделке колонн, мебели. Вообще арт-деко сюда очень хорошо вписался. В классический фасад можно было бы сделать просто классический интерьер. Но собственнику этого дома, заказчику как-то показалось, наверное, это скучно. Вот, и действительно захотелось добавить побольше гламура, красок, шика. И это хорошо получилось, это здорово сочетается с фасадом. Кстати, я видел еще и интерьеры в стиле арт-деко и в современных домах. В целом этот стиль отлично сочетается и с классической, и с современной архитектурой. И если в современных домах мы привыкли к огромным панорамным окнам, окнам в пол, то для классической архитектуры это не свойственно. Но, тем не менее, в этом доме окон и света однозначно хватает. Их в пол, конечно, уже по канонам классической архитектуры не получилось сделать. Но, тем не менее, они с таким невысоким подоконником. Окна пропорционально высокие по сравнению с потолком. И вообще с другими элементами в доме. Подоконники глубокие, 87 сантиметров. То есть можно вообще туда залезть и посидеть, и посмотреть в окошке. Будешь прямо как на природе. И, конечно, вот это сочетание зелени вокруг с зеленым мрамором, с множеством зеленых элементов в интерьере, вообще отлично, не знаю, мне заходит. А летом можно вообще вот так вот нараспашку открыл окно, прямо в подоконнике сел, сидишь на природе – кайф. В подоконник встроены обычные радиаторы, но закрыты они декоративным экраном, а сверху аккуратными решетками получился даже не радиатор, а конвекторы. Воздух проходит. В целом в доме очень тепло, несмотря на большое количество остеклений. По теплоотдаче однозначно батареи эффективнее, их надо меньше по количеству. Почему вообще такие большие всегда делают конвекторы, глубокие, широкие? Просто по теплотехническим свойствам они хуже. Из-за чего? Из-за того, что воздух туда внутрь-то не проходит. Вот здесь конвекция обеспечивается просто потоком воздуха, вот так вот. А тут, собственно, он подогревает только воздух, который сверху находится. Конвекция над ним происходит, а не через него. Ох, красота вообще. Ребята, знаете, о чем задумался? Мы показываем действительно очень много разнообразных решений в частных домах. Вкусы разные, кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Естественно, в комментарии всегда набегут те, кому не нравится. И это прекрасно, потому что в целом показать человеку то, что ему не подходит, это тоже очень полезно. Допустим, у человека есть какие-то иллюзии относительно решения. Вот он спит и видит, что у него будет, например, зеленый глубокий подоконник. А потом раз он посмотрел, и оказалось, что картинка реальная, в действительности, она не совпала с его представлением. Он тогда понимает, что от этой иллюзии можно отказаться. В жизни часто приходится отказываться. Есть даже такая книга про «Силу слова нет». В целом канал с большим количеством вот таких подробностей и деталей помогает людям определить, что им в том числе не нравится. И это нормально. Потому что покупатель будет один на этот дом. Те, кого он заинтересует, которые захотят его посмотреть, десятки. А те, кто посмотрит этот объект или другие, их будет сотни тысяч, а может быть, даже миллионы. Представляете, они могут через себя пропустить те или иные решения и понять, подходят они им или нет. Это очень ценно. Так, ребят, давайте пройдем уже столовую зону и на кухню. Только единственное, что хотел бы сказать еще о пропорциях. Здесь достаточно высокие потолки. Вот здесь я, кстати, померил 3,87. Почти 4 метра. Это очень здорово в интерьере смотрится, когда это поддерживается, например, высокими окнами или, как здесь, высокими дверьми. Здесь две такие сдвижные дверцы. Ну, точнее, сдвигается только одна. Вторая просто перегородка. Она 3,3 метра высотой. Кстати, механизм работает просто на ура. Очень легко открывается, закрывается. То есть можно таким образом перекрыть кухню в столовую. И запахи от готовки все перекрываются так же, как и звуки. Но, тем не менее, званный ужин можно устроить в более шикарном помещении. Но здесь тоже, мне кажется, позавтракать, пообедать самое то, что надо. Стол достаточно большой на шесть посадочных мест. В целом можно еще как бы два стула приставить. Очень светлое помещение. Тоже огромное количество окон. Раз, два, три, четыре больших окна и еще входные две. Плюс вот здесь, посмотрите, что-то подобие атриума. Которая дополнительно совмещает это помещение с общим лестничным холлом. Отсюда видно, что гости, например, пришли. То есть хозяйка здесь что-то готовит. И вот так, о, пришли, всем привет. При этом стекло одно с одной стороны, с другой стороны. То есть звуки не проникают. И в целом это не очень большое широкое окно. То есть чисто посмотреть, кто там есть или нет. А вот эта штука, да, вот она открывается, чтобы можно было ухаживать за растениями. Вот, а тут, кстати, тоже классно смотрится. Итак, у нас есть остров для готовки. Варочная панель Куперсбуш на шесть зон. Зоны есть еще и объединяемые. Управление настолько простое, что, мне кажется, разберется даже ребенок. Вот, ну а чтобы ребенок тут ничего не наделал, есть ключик, можно все заблокировать. Вытяжка, фалмик, мы такие уже встречали. Тут множество разных. Шкафчики такие. Вот такие. Вообще, конечно, мест для хранения огромное количество. Вообще, смотрю на эту кухню, и у меня ностальгия. У меня, просто в Сокольников, в моей квартире, ровно была такого цвета кухня. Единственный у нее шпон оливы был. Но он примерно такой же яркости, рыжеватое дерево в сочетании с белым и с черным. Друзья, это, конечно, не очень практично. Давайте себе все-таки отдавать в этом отчет. Ну, это просто красиво. То есть, если хозяйка аккуратная, которая вот так вот будет, например, это все открывать, то вообще никаких проблем с этим не будет. А что такое? Это ящики просто. В таком формате. Это витрина. Это тонированное стекло с зеркальным эффектом. Там, кстати, там сделана подсветка. Или мне кажется? Подожди. Точно. Ребята, глаз алмаз. Подсветка, кстати, немножко зеленоватого цвета за счет как раз стекла. Немножко перекликается с вообще стилем всего дома. Так, вернемся к острову. Здесь есть отдельная раковина. Еще две раковины с этой стороны. То есть, вообще, три раковины и два крана. Не знаю, насколько удобно и какие сценарии здесь могут быть. Но в целом, мне кажется, очень здорово. Плюс посмотрите, какую тему такую я еще нигде не встречал. Раковины бланка. И это тоже их аксессуар. Ведро для отходов. То есть, ты вот здесь что-нибудь готовишь, готовишь. Все сюда вот так вот скидываешь. Раз, закрыл. Потом, когда надо, все это выбросил, почистил. Это, знаете, когда раньше не особо популярны были измельчители бытовых отходов. Они еще не настолько были функциональны, как сейчас. То использовали вот такие ведра. Очень понравились мне здесь вот ящики. Они на электроприводах, блюм. Так нажимаешь, и они сами отходят. Раз. То же самое, средний. Упс. Нижний. О, все. А вот, кстати, здесь видно, как он устроен. Смотрите, у него вот такой вот толкатель. О, он то есть раз и отталкивает его. Понятно. Класс. Слушайте, это сейчас знаете, сколько стоит? Сейчас цены на такую фурнитуру очень сильно выросли. А здесь все готовое, пожалуйста, заезжай и живи. С этой стороны посудомоечная машина Куперс Буш. И того же бренда духовой шкаф и микроволновая печь. Вот тут вот такой ящик выдвижный. О, сколько всего можно поставить, всяких баночек. И ничего, кстати, ездить не буду. Я тут сюда расставил. Класс. И ручку, посмотрите, как здорово применили здесь. А это тот самый выход в гараж, да, и на небольшую террасу, где можно организовать бро-пикю-зону. А с этой стороны у нас тоже еще куча техники. Я это назвал холодильный уголок. Так, друзья, посмотрите на это чудо. Это холодильник. Миле. Широкий, глубокий. Прям не знаю, как витрина. Сразу подходишь и выбираешь, что бы тебе скушать. Здесь нулевая камера. Тут морозилка. Тут, по-моему, для льда штуковина. Да, точно. Если вы думаете, что это все, это еще не все. Потому что рядом еще один большой холодильник. Представляете, сколько продуктов можно разместить? Когда у тебя большая семья и все хотят поесть, вот, пожалуйста. Вообще проблем с местом не будет. Потому что есть еще и винный шкаф отдельно. У него есть три отсека. И на три отсека ты можешь выставлять различную температуру, задавать. Сюда белое, сюда розе, сюда красное. Пожалуйста. Ребят, вроде бы помещение кухни не очень большое. Мы видали и побольше. Но это очень функционально. Реально, огромное количество мест хранения. Множество мест для приготовления еды, для сервировки. Кстати, стулья тоже с элементом арт-деко. Это такая лакированная кожа. Сзади черного цвета, перекликающаяся вообще с цветовой гаммой этого помещения. И забыл обратить ваше внимание на светильник, который находится над столом. Он из хрусталя. Это британский антиквар Тимоти Уолтон. Коллекционер различной мебели антикварной. И создатель вот таких, в том числе, предметов интерьера. Да, слушайте, здесь традиционные вот эти элементы, бриллиантики такие. А вот сами висючки очень необычной формы. Эти круглые, а вот эти капельки тоже иногда мы встречаем. Современно смотрятся. Здесь глубокие подоконники. Вот, не знаю, больше метра точно. Если хозяйка маленькая, то окно не открыть. Я еле дотягиваюсь. В отделке откосов используется мозаика. Вообще по дому большое количество разнообразнейшей мозаики. Это было требование заказчика. И раньше вообще это было очень популярно. В целом и сейчас тоже смотрится достаточно актуально. Кстати, одно из требований заказчика, в том числе и отсутствие умного дома. Да, у нас много, как оказалось, консервативной аудитории, которая не хочет себе умные решения. Мы снимали целый отдельный ролик про автоматизацию. Его можно посмотреть по ссылочке вот здесь вот. И мы там рассказывали все преимущества автоматизации. Но тем не менее, если вы вдруг так называемый старовер, консерватор, и хотите себе кнопочные выключатели, будьте готовы к тому, что у вас появится вот такая гирлянда. Очевидно, что это удобно, но для человека, который уже здесь живет и разобрался, и четко понимает, где и что включается, выключается, и за что каждый конкретный выключатель отвечает. Но все это можно убрать в один четырехкнопочный выключатель, если устанавливать систему «Умный дом». Тема, ты, кстати, обратил внимание, насколько нарядно и торжественно смотрится этот интерьер. Знаешь, благодаря чему? Благодаря множеству блестящих элементов. Слушай, ты отчасти прав. Здесь действительно множество отражающих поверхность. Например, пол из мрамора, журнальный столик лакированный, элементы на колоннах, сами светильники, зеркало на двери. Дальше какие-то есть элементы у лестницы. В результате что получается? У нас естественный свет, который при этом приходит с двух сторон. Он таким образом преломляется и создается вот этот волшебный эффект, который, кстати, очень свойственен как раз арт-деко. Это шик, гламур и вот такие отражающие блестящие поверхности. А самое интересное, что здесь этого еще эффекта удалось добиться благодаря тому, что немножко изменили изначальный проект от застройщика. Изначально по проекту здесь должна была быть парадная лестница. И в этом случае она бы перекрыла как раз просматриваемость из вестибюля в гостиную, столовую, да, вообще просматриваясь всему зданию. Вот я здесь стою и вижу один край участка и второй край участка. Это на самом деле очень здорово и комфортно с точки зрения восприятия, когда ты здесь проживаешь. Сами дома застройщик построил в 2011 году, а к отделке приступили в 2013. То есть 10 лет уже прошло, но тем не менее это новый дом, в котором вообще никто еще не жил. И здесь стоит отметить автора проекта Олега Шорникова. Человек, который широко известен в узких кругах, но интернет про него мало чего знает. Это, кстати, часто так бывает с востребованными архитекторами и дизайнерами. Они передаются из рук в руки или по сарафанному радио. И в целом даже нет смысла выходить как-то в публичное пространство. Работы всегда хватает. А к некоторым профессионалам еще и заранее нужно записываться. Так, друзья, двигаемся дальше. И у нас на пути. СПА-комплекс. Он, кстати, находится за парьерами из двух дверей. Поэтому никакого шума от оборудования в СПА-комплексе не слышно. На самом деле, на это тоже нужно обращать внимание. Невозможно сделать бассейны, чтобы они были бесшумными. А тут мы стоим абсолютно тихо. Так, это у нас раздевалка при СПА-комплексе. В очередной раз мы видим разновидность мозаики. Здесь она такая серебристая с красным цветом. Очень важно иметь подобные раздевалки как раз рядом с СПА-комплексами, как отдельное помещение. Санузел отдельно, раздевалка отдельно. Здесь закрылся, переоделся. Склад халатиков, полотенец, простынок. Все, и пошел дальше. Дверь, кстати, тоже гламурная. Как и на всех дверях, вот с таким гламурным зеркалом. Карту Москвы напоминает. Ну да, есть что-то такое. Слушай, карта Москвы сейчас, она вот такая вот еще. В 2012 году, когда в 2013 году, она обременно такая вот. Так и есть. Ребят, а здесь лифт у нас вот. Когда у тебя четыре уровня, обязательно должен быть лифт. Вроде бы такой маленький нюанс, а как расширяет функционал дома. Вообще очень здорово. Так, друзья, проходим в спа-комплекс. Вот я даже удивляюсь, почему раньше так часто располагались спа-комплексы и бассейны в цокольном этаже, где вообще без окон, в глухих комнатах все сидели. И неудивительно, что такими спа-комплексами хозяева пользовались от силы там пару раз в год. И другое дело, когда бассейн у тебя на первом этаже. Вообще, разве может искусственное освещение сравниться с естественным светом? А здесь, обратите внимание, 12 окон и еще одна входная дверь. С выходом на улицу мы ее уже с вами видели. Бассейн переливной. Длина 8,4 метра с подсветочкой. В той части расположен противоток. С этой стороны такой массажный уголок. Удобная и безопасная лестница. Даже в целом никакие поручни ей не нужны. Бассейн переливной. Перелив осуществляется через вот эти желоба, которые сверху закрыты пластиковой решеткой. Но решетка мне очень понравилась, потому что здесь не просто пластиковые такие элементы, а как будто бы мозаика. И она расположена между двумя рядами мозаики. Немножко здесь такой разбег и хаотичность. И в целом выглядит это просто замечательно. И дальше это переливается в интересную мозаику в основной части пола всего спа-комплекса. Тоже такая гламурная, с перламутровым эффектом. Мозаика продолжается и на стенах. Здесь стиль, который задан во всем доме. Наличие зеленого. И вот здесь желтый цвет. А есть еще и золото. Золото представлено еще здесь серебром. Но помимо естественного света есть еще и искусственное освещение. То есть ночью здесь тоже будет волшебно. А здесь хочется обратить внимание еще на одну разновидность мрамора. Это Милос Лилок из Турции. Он на стенах и на подоконниках. У него кипельно-белая основа с мелкозернистой фактурой. И вот такие вот жилки темно-фиолетового цвета со слегка акварельными разводами. Прочитал, кстати, описание этого мрамора. И там написано, что это естественный антисептик. Что, мол, никогда не заведется ни плесень, ни будет сырости. Потому что он в себя впитывает избыточную влагу. А когда воздух сухой, он ее обратно отдает. Я-то всегда думал, что мрамор пористый, гигроскопичен, да еще и цветет. Поэтому часто мы встречаем, что дома, где все сделано из мрамора, а вот спа-комплексы делают из керамогранита. Объясняю это тем, что мрамор не очень подходит для таких помещений. Я, если честно, не знаю, чему верить. Если у меня есть в подписчиках химики, геологи, камельщики, кто знает эту тему от и до, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как оно обстоит на самом деле. Кстати, в доме, который не эксплуатируется, в котором не живут, очень сложно поддерживать вот эту новизну. Здесь действительно вообще придраться не к чему. Это означает, что дом действительно качественно построен. Даже при отсутствии такой жилой эксплуатации он поддерживается в отличном состоянии. А еще зеленый цвет поддерживается вот этой мраморной колонной. Здесь сорт мрамора Верде Гватемала. Ты костюмы специально подбирал? Тем, ты как будто читал мой сценарий. У меня сейчас задача была сказать про то, что мы с командой специальную одежду подбираем под интерьер. Кстати, в зеленом костюме я еще не снимался. Увидели, что много зеленого цвета и подумали, ну, надо вот приодеться так. Так что все разгадал-то, да. Так, двигаемся дальше. Ребят, вот такой вот интересный душ, вход в который есть с двух сторон, и в нем два встроенных трапа. То есть получается, что здесь посередине максимальный подъем и небольшой уклон в две стороны. Войти можно что отсюда, что отсюда, и можно одновременно душ принимать двум людям. Для спа-комплекса это, кстати, может быть вполне актуально. Еще очень здорово, когда есть два душа, потому что очень удобно принимать контрастный душ. Я уже неоднократно об этом говорю. Я когда-то каждый день начал принимать контрастный душ. Занимает это все буквально 5-6 минут. Для иммунитета польза вот такая вот. Приучил еще детей. Мы даже с детьми записали отдельный выпуск для их канала 2А3 и про пользу контрастного душа. Они тоже каждый день у меня его принимают и не болеют вообще. Короче, я не знаю, мне вот это вообще решение очень нравится. Во-первых, светло. У тебя вот видно зелень, соседей не видно. И ты спокойно здесь моешься. В закрытом пространстве ничего не расплескается. Так, с этой стороны у нас есть одно помещение, которое на плане обозначено как массажный кабинет. Но вполне вероятно, здесь и планировалась изначально сауна по проекту застройщика. Но решили переоборудовать массажный кабинет. Сюда встает стол, светлое помещение, раковины есть на всякий случай. Но если что, можно, мне кажется, чисто теоретически переделать и в сауну. Почему бы и нет? Теперь пойдемте сюда. Так, пойдем прямо по кругу. Это у нас хамам. Собственно, ответ на вопрос, почему нужно было глухое окно. Хамам выполнен в лучших традициях… Хамамостроения. Точно. Хамам выполнен в лучших традициях хамамостроения. С куполом из мозаики и с мраморными… Не знаю, что это лежанки, сиделки. Лавки. Лавки, точно. Лавки они из дерева все-таки. Лежаки. Блин, не знаю. Вот то, что это курна, это я знаю, пожалуйста. А вот как это называется? Надо будет подсмотреть. Вообще удивительный выбор хозяев этого дома. Они решили сделать только хамам. Здесь нет сауны. Обычно сауна всегда идет в приоритете. А дальше, если есть место под хамам, делают хамам. Если нет, то, извините, остается одна сауна. У меня на этот счет есть объяснение, потому что на самом деле с саунами проблем нет. Они практически в каждом фитнес-центре есть. А вот хамам общественным многие брезгуют пользоваться, потому что там все-таки большая влажность. И не хочется вместе с другими людьми находиться в таком влажном помещении. Поэтому те люди, которые любят такой формат времяпрепровождения, они хотят иметь свой хамам, где они сами будут поддерживать свой уровень чистоты и гигиены. Вот, пожалуйста, пример такого дома. Так, а здесь у нас санузел при СПА-комплексе. Очень светлый, но за тонированной матовой дверью. Что еще надо? Так, и из СПА-комплекса мы попадаем еще в цокольный этаж. У него здесь отдельная лестница. На самом деле это очень здорово, потому что внизу находят технические помещения. И, по сути, доступ туда нужен только обслуживающему персоналу. Хозяева будут спускаться туда достаточно редко в случае, не знаю, какого-нибудь форс-мажора. И поэтому иметь такие помещения, которые связаны с основной лестницей, неправильно. Вот, здесь она просто техническая. Но при этом тоже светлая, с окном, со своим. Используется каждый квадратный сантиметр пространства. Здесь тоже сделали вот такую кладовку с полочками, чисто для бытовых целей. Ребят, мне, кстати, пишут постоянно, когда мы про дорогие дома говорим, вот этот мем про кладовки, что можно на них заработать. В комментариях просто огромное количество. Вот, пожалуйста, дом, где огромное количество кладовок. Так что мечта инвесторов, разбогатевших на кладовках, может осуществиться. Так, и отсюда мы попадаем в котельную. У нее, естественно, есть свой вход, который мы видели. Отдельная лесенка сюда идет. То есть это формат того, как можно попасть в дом с улицы, с отдельного входа. Большой котел Buderus, 115 кВт мощности, огромный бойлер. Хватит точно на весь дом, чтобы одновременно могли люди мыться. Вся обвязка на медиа, насосные группы. Короче, здесь все как надо сделано. Так, а это что у нас такое? А, слушайте, это парогенератор для хамама. Вот он как раз здесь под ним и расположен. Фирма Hello. Поскольку вы просите меня показывать все помещения в доме, выполняю ваши требования. Давайте. Это еще одна кладовка, просто под лестницей дополнительно. Вы, кстати, считаете, сколько уже кладовок было? Их еще будет несколько штук. Давайте потом подведем итоги. Давайте будем прям в каждую дверь заходить. Так, здесь явно оборудование для бассейна. Тут ничего интересного. Тут все достаточно понятно и прозаично. Так, с этой стороны у нас вход. Вентиляционная камера, две установки. Так, это у нас Wolf, Германия. Очень известный бренд с точки зрения производства вентиляции. У них есть такие зеленые воздуховоды, характерные для их компании. К сожалению, здесь воздуховоды все зашиты, поэтому посмотреть невозможно. Но тоже зеленый цвет даже в инженерке здесь присутствует. И фильтрационная установка с большим накопительным баком. Дополнительный насос, который увеличивает давление, кстати, до скольки? Три с половиной атмосферы. Шикарно, хватает вполне для того, чтобы принимать одновременно душу в нескольких сразу душевых. Это помещение имеет два входа. В целом их даже можно разделить, но здесь решили этого не делать. Есть еще стеллаж, можно еще что-то дополнительное здесь с точки зрения хранения оборудовать, но в целом даже особо и не нужно. Так, вот эту дверь мы пропустили. Так, у нас здесь что? Ага, вот как раз хранить можно все здесь. Вывели розеточки. Все, пожалуйста. Так. Так, а это постирочная. Установлена уже мебель, но места под технику определены вот здесь. Стиральная, сушильная машина и даже, возможно, сюда какой-то небольшой сушильный шкаф влезет. А здесь большая техническая раковина с классической заглушкой. Можно что-то замочить, например. Тём, ты когда-нибудь в последний раз что-нибудь замочил? Да замочить! Я бы здесь своего юркширского терьера мыл. Очень удобно. Вообще его ровно сюда помещается. Как раз-раз-раз намылил. Здесь же взял полотенчик и протер. Во, вот так. Так, по-моему, мы еще куда-то не зашли. Во, вот это помещение. Точно, мы его пропустили. Так, но здесь что-то уже хранится. А, это автоматика для лифта. Лифт на цокольный этаж не идет, но вся автоматика находится здесь. Но, в целом, поскольку сюда предполагается доступ обслуживающего персонала, хозяева собственно спускаться не будут, то и лифт здесь не обязательно. Так, все, у нас, ребята, мы с цокольным этажом закончились. Но чтобы вам не скучно было, магия монтажа! Так, сейчас у нас по плану второй этаж. Но прежде чем мы туда поднимемся, давайте посмотрим последнее помещение на первом этаже. Это гостевой санузел, буквально одним глазком, все из мрамора. Даже раковина встроена в мраморную столешницу. Обратите внимание на интересный смеситель. Обычно же сам смеситель, да, вот выходит отсюда трубка, а дальше уже есть, ну, вот эта заглушка. А здесь наоборот сделали. Очень интересный, необычный дизайн, я такого не встречал. Вот, ну, все минималистично в классическом стиле сантехника. А, кстати, вот тоже такой элемент никогда не видел. Это для того, чтобы удобно было поднимать крышку унитаза. Мелочь, а приятно. Вот, и здесь есть еще отдельный вход с террасы. На всякий случай, если вдруг забежать, опять же, в туалет. Тоже очень удобно. Так, лестница. Она является, конечно же, частью дизайна интерьера. Очень интересная, парадная. Отделанным мрамором ступеньки, такие же, как пол. А еще подступенки, сделанные из такого серого мрамора. Уже сорт не помню. И ограждение из стекла, в данном случае оно с закруглением. И это, так называемое, малированное стекло. Выглядит просто бомбически. Так, ну и сама лестница. Ребят, посмотрите, вот это пространство. Много тоже всяких вот этих вот элементов, отражающихся. И в элементах крепления лестницы, и зеркала. Сейчас у нас, кстати, ребята будут героями программы. Но тут бесполезно прятаться, потому что они будут отражаться просто отовсюду. Вот, примите как данность. И вот сюда обратите внимание, как встроено стеклянное ограждение. Приняем непосредственно в мрамор. То есть стоит такая стойка, а все остальное – это просто сплошное стекло, соединенное небольшими элементиками вот такими. Очень непросто в такие пространства выбирать люстры. Они могут оказаться слишком маленькими, наоборот, слишком громоздкими. Я даже знаю случаи, когда люди заказали, люстру подвесили – не подходит. Пришлось новую заказывать. Здесь идеально, мне кажется, подобрали. Плюс декоративные вот такие вот часы. Вот они подвесные. Время, по-моему, неправильно показывают. Батарейка? Да, надо батарейку поменять. Помимо люстры, здесь есть еще дополнительные светильники. Например, можно подсветить вот эту стену декоративную. Камушки там тоже подсвечиваются. Ребята, смотрите, какое классное пространство. Здесь, кстати, обратите внимание, разнесены две лестницы. То есть отдельно идет лестница между первым и вторым этажом. И отдельно сделана лестница на мансарду. И представьте теперь, если бы отсюда же пошел подъем на третий этаж. Вот это пространство, вот этот воздух был бы просто разрушен бы. Еще и функционал мансардного этажа тоже пострадал бы. Получается так, что связь между уровнями везде с разными лестницами. То есть три лестничных пролета здесь. Слушай, вот сейчас только обратил внимание, что вот это стекло крепится прямо вот, смотри, в мрамор. Вот там тоже всего два крепления. Вот этот элемент, который два стекла держит, и этот, который держит, его со стеной скрепляет. А там вообще ничего нет. Просто фантастика. Я такого вообще не видел. При этом настолько все прочно, вот оно вообще не шатается абсолютно. Класс. Мне очень нравится. Мы сейчас находимся в холле второго этажа. Здесь 67 квадратных метров. Здесь есть пуфики, кресло, диванчик. Казалось бы, кто здесь будет сидеть и зачем вот эта вся большая площадь. А с другой стороны, вот представьте, да, что все это будет в меньшей площади. И все разрушится именно с точки зрения восприятия пространства. Вот не будет достаточно света, будет темно и зажато. А потом люди удивляются, когда делают техническое задание. Им сначала говорят, что будет 500 квадратных метров, а потом выходит 800, а иногда и 1000. И вроде бы хочется сократить эти нефункциональные помещения, а не получается. Совершенно все по-другому будет выглядеть. Так, двигаемся по периметру. У нас здесь расположен кабинет. Я уже не один раз встречал кабинет, который располагается за прозрачными дверьми. То есть его можно перекрыть, но тем не менее все будет там просматриваться. Это, конечно, имеет свои преимущества, потому что свет с балкона проходит в холл второго этажа. И здесь нет какой-то сплошной стены. Выглядит отлично. Но с другой стороны, конечно, это все просматривается. То есть если здесь в рабочем режиме находиться, и тут домочадцы бегают и смотрят тебя, машут немножко, отвлекают. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вообще приемлем ли такой вариант с кабинетом, когда он перегораживается вот такими прозрачными перегородками. А давайте посмотрим сам кабинет. О, какой-то стол интересный, как будто бы такой старинный. Фактура такая старинная. Ну, как вы видите, кабинет достаточно строгий, приемлем с обоями разными. Здесь какие-то интересные обои с различными городами. Вон, Фонтан Треви, Ватикан. Что там еще вы узнаете тут? А, тут в целом-то как бы три картинки. А так кажется, что много всего. Ну что-то все итальянское явно из Рима. Римская коллекция. Так, и выход на балкон. О, пожалуйста. Балкон широкий, длинный. Классическая архитектура, верхушки сосен, соседние дома. Вообще замечательно. Мне очень нравится. Так, дальше у нас по плану. Мастер-спальня. Так, ну, прежде чем мы в нее зайдем, давайте заглянем еще и за эту дверь. О, еще одна кладовка. Вы там считаете? А, сюда, кстати, мы приезжаем на лифте. Вот, пожалуйста. Прямо у мастер-блока. Вот такая интересная дверь с множеством зеркальных вставок. И мастер-спальня. Давайте сразу покажу вам гардеробные комнаты. Их тут две. Одна мужская, другая женская. Ну, здесь как муж с женой определяться. Они в целом в стиле унисекс. Ну, например, здесь женская, с окном. А мужчине поскромнее. Прямоугольная, без окна. Но зато с более интересными обоями. Здесь, кстати, двери уже с такими же вставками, но из стекла прозрачными. То есть можно будет мужа потораплить. Давай-давай, одевайся что-то там так долго. Сама мастер-спальня. Большая кровать. Американская компания Caracol. Называется модель Sleeping Beauty. Спящая красавица. Это у нас королевский размер. King size. Забавно, что в Америке есть king size и queen size. Queen size – это 150-160 сантиметров поменьше. Кровати полуторки такие. И 180-200 сантиметров – это уже king size. Но на русский переводится и то, и другое, как королевская кровать. То есть можно и вдоль, и поперек. Здесь, наверное, так. Здесь 2 на 2 метра. Конечно, удобнее будет к изголовью. Пожалуйста, здесь можно разместить еще и телевизор. Все выводы сделаны. Отдельно ставится тумба. И прямо напротив стенки стоит кровать. Кстати, мы говорим о мебели американской. И часто она присуща именно стилю Art Deco. Хотя стиль зародился во Франции в 20-х годах XX века. Но особую популярность и развитие он приобрел именно в Америке. Все мы знаем Chrysler Building, Empire State Building, Rockefeller Center, особенно его интерьеры. Все они выполнены в стиле Art Deco. И мы именно стиль Art Deco часто ассоциируем с Америкой. Потому что видим этот стиль во множестве американских фильмов. И действительно, если будете себе мебель заказывать в стиле Art Deco, так или иначе, будете работать с американскими фабриками. Там выбор больше всего. Так. Ребята, что еще вам здесь рассказать? Посмотрите, какой интересный получился застекленный балкон. Изначально это было открытое пространство. Вот здесь было окно. А вот здесь стояла балюстрада с балясинами. Кстати, отсюда видно соседний дом, где еще пока остался балкон. Здесь был точно такой же. Соответственно, все это перекрыли, остеклили. Наверху, посмотрите, получился такой полукупол, зенитный фонарь. Вот эта часть в целом называется зимний сад. Здесь сделали пол из мрамора. Такие же подоконники. И по всему периметру три больших радиатора. Они выполнены под заказ, потому что имеют определенный радиус. Необходимый набор секций. Таких складских позиций нет. Это фирма Арбония итальянская. Кстати, мы сейчас находимся в интерьере. По сути, но у нас здесь фасадная отделка. Тот же самый травертин. Вот они, элементы, которые мы уже видели. Пилястра и сандрик с кронштейнами. Можно более детально разглядеть. Портал, кстати, отделан еще одним сортом мрамора. Уже более светлым, с прожилками. Отдельного внимания заслуживает вот эта люстра, которая прямо по центру комнаты находится. Очень интересно. По-моему, это такие кусочки кожи, которые просвечиваются и дают желтоватый, очень уютный свет. Ну и как же без блестячек? А это настоящий мастер-санузел. Здесь есть и душевая для него, и ванна, скорее всего, для нее. Я, кстати, недавно посмотрел видео, как выбирать ванну. На что надо обратить внимание? Во-первых, ванна выбирается под конкретного человека. И если действительно здесь будет хозяйка, то подрост хозяйки и нужно ее выбирать. Она должна быть определенной длины. Измеряется эта длина по дну ванны. Для высокого человека это примерно 140 и больше сантиметров. Для среднего роста – 110 сантиметров. Для людей небольшого роста – это 90 сантиметров. Это нужно для того, чтобы у тебя ноги уперлись в край ванны, и ты не съезжал. Если будет слишком длинная ванна, то ты просто вперед продвинешься, лопатки уйдут под воду, и подбородок будет упираться в ключицу. Будет неудобно – не расслабишься. В пене уже так спокойно не полежишь. Еще очень важен угол наклона спинки, к которой ты прислоняешься. Она не должна быть слишком вертикальной. Вообще рекомендуется приехать и непосредственно в ванну сесть, и примерить ее под себя. Так что если дом выбираете, если хотите, чтобы удобно было принимать ванну, залезьте, попробуйте. Только обувь снимите. Здесь два основных сорта мрамора. На стенах – это аквамарин, а на полу и на подоконниках – это мингрин, и то, и то, и талия. А вот это уже гранит. Он называется «Amazonite Extra», и добывается он на берегу Атлантического океана в восточной части Бразилии. Он, конечно, очень редкого такого зеленого цвета. Свое название «Амазонит» получил в честь таинственных голубовато-зеленых вод Амазонки. Ребят, посмотрите на эти смесители. В классический дом, мне кажется, такие нужно выбирать. Компания D&D. Не знаю, сколько вот это все может стоить. Кстати, американский вариант. Холодные, горячие. И, соответственно, варианты включения. Кран, лейка такая и тропический душ. Лейки, телефон? Алло. Да, микрофона нет. Здесь смеситель такой же фирмы. Эта же модель, но только уже напольная для специально таких островных ванн. Шикарное большое зеркало. Раковина «Велерой эндбог». И тоже из этой серии смеситель, встроенный в столешницу из мрамора. Различные полочки для хранения. Плотенчики, кстати, тоже, смотрите, светло-зеленого цвета. Уже прям под дом подбирали. Так, ребят, двигаемся дальше. Кстати, можете обратить внимание, какое-то количество картин здесь висит. Это из личной коллекции собственник. Так, следующая комната. 31 квадратный метр. О, ребят, уже темнеет. День все меньше и меньше. Не успеваем все засветло отснять. Зато это спальня. Здесь как раз время и проводят вечером, ночью. Поэтому то, как они видятся жильцами этого дома. Большая кровать тоже. Вообще просторное помещение. Очень нарядные обои с цветочками. По краям, на удивление, стоят не тумбочки, а кресла с ажурными подлокотниками. Компания тоже американская Caracol. Знаете, что написано про эти кресла? То, что кресло нужно поставить и выбрать для него место, чтобы на него можно было смотреть со всех сторон. Потому что дизайнеры считают, что оно отлично выглядит со всех сторон. Очень амбициозное заявление. Не кажется ли вам? Ну, оригинально, что красиво. Тоже зеленоватый оттенок, подчеркивающий общий дизайн и комнаты, и дома. Больше, конечно, похоже на то, что это какая-то мальчиковая комната. Ну, не знаю. При ней есть свой санузел. Просторный, с окном. Весь набор необходимой сантехники имеется. И ванна, и душевая. В этом санузле продолжается набор различных сортов натурального камня. Он используется и в стенах, и на подоконнике, и третий вид еще на полу. Что-то из этого мрамора, что-то гранит. Мы вот здесь вот обязательно все подпишем. Здесь вся сантехника, D&D, и биде, и унитаз, и вот эта рака. И обратите внимание, здесь, кстати, тоже стеклянная вставка. Скорее всего, предполагается, что в этой комнате будет один хозяин. Дополнительно еще свет из ванны. Кардеробной своей в этой комнате нет. Но есть уже вот здесь встроенные шкафы. Так, вот, пожалуйста, два уровня вешалок. И вот здесь еще небольшой закуточек, в котором тоже можно мебель дополнительную поставить. Так, двигаемся дальше. Вот это, пожалуй, наверное, самая интересная спальня. Она находится в резолите. То есть снизу у нас гостиная первого этажа. И посмотрите, какая интересная планировка комнаты. Все те же самые, тут уже семь окон по периметру расположены. Очень насыщенная зеленая цветовая гамма обоев. Декоративные элементы в виде вот таких корон. Явно здесь должна жить маленькая принцесса. Очень интересная кровать, уютная, не свалишься. Она, кстати, тоже очень широкая. Даже интересно померить. Как будто бы она даже больше двух метров, нет? Интересно. Нет, два метра ровно, да. Кажется, как будто… А, наверное, из-за вот этих подлокотников она такое и кажется. Люстра Азарда, Польша, большая, с такими вот чешуйками. Смесь акрила, пластика и металла. Ребята, а вот здесь вот тонированное стекло с немножко зеркальным эффектом. Днем расширяет пространство. Сейчас уже вечером ничего не видно. Тема, как думаешь, что за стеклом? Правильно, гардеробное. Ты просто не успел сказать. Так, давайте включим свет. И так. Слушай, здесь как в шпионских фильмах. Или когда, знаешь, на допросе отсюда все видно. Можно разговаривать и смотреть, как допрос идет. Класс? Я такого еще не видел нигде. Похоже, похоже. Да. У нас получилось здесь очень приличное гардеробное в отдельной комнате. При том, что здесь, представляете, сколько света днем будет. Сюда-то свет проходит очень даже здорово. А самое главное, вот эти все шкафчики, которые здесь будут, их оттуда будет не видно. Так, ну что, пойдем в санузел. Так, что-то у нас тут темновато. Я понял, ребят, здесь просто люстра, которая должна висеть над ванной. Она оставлена на выбор будущих собственников. Вот это мы можем включить светильник. Здесь ванна уже большая, круглая, с двумя окнами. Сейчас, конечно, не видно, но вот отсюда просматриваются верхушки деревьев. Это в основном как раз сосны. Ты сидишь, и с двух сторон у тебя природа. Просто замечательно. А здесь душевая. Очень просторная и со своим отдельным окном. А мне еще понравились такие вот ящички. Они с одной стороны являются зеркалом. О, ребята там, помашите зрителям ручкой. А с другой стороны вот такие шкафчики. Очень быстро раз, все, что надо, взял, закрыл. Ничего не видно. С этой стороны полочки. Уже разложили полотенчики. Ну и все по классике биде, унитаз, большая раковина. Опять с мраморной столешницей. Но здесь идет еще чередование мрамора, который используется на стенах. Вот, с тем, который на столешнице, на полу. То же самое в отделке подиума ванны. Очень красиво. Здесь такие уже более спокойные, бежевые тона как раз для девочки. Это, кстати, тоже самое, как твой пиджак. Опять пиджак? Да. В тему, да? Все, отлично смотрюсь. Еще раз пройдемся по холлу второго этажа. Уже посмотрим его в ночное время. Множество светильников. Вот эти пять больших светильников, это Чиаро, Германия. Выглядит очень нарядно. И еще множество разных по дизайну бра. А вот здесь вот зеркало, которое как раз под этим углом отражает лестничное пространство, дополнительно расширяя это помещение. Куда же еще расширять-то? Последняя комната на этом этаже. Вот такая небольшая комнатка, которая может стать так называемой комнатой для занятий, Study Room для ребенка или для двух детей, где можно делать спокойно уроки, чтобы не делать это в своей комнате, например. Своего санузла здесь нет, поэтому вряд ли это может быть комната для няни или какая-то гостевая. Так, ребят, со вторым этажом расправились. Наверное, не сказал единственное, что напольное покрытие здесь – это массив дуба. Вот такой вот темный пол очень насыщенного коричневого цвета. Пошли на мансардный этаж. Друзья, жалко, что не могу продемонстрировать, как работает вот этот интересный светильник в виде шара из проволоки. К сожалению, он не подключен. Друзья, мы в раю для подростка, например, или для мужской компании какой-то. Вот, пожалуйста, барная стойка. Или, как ребят сказали, ресепшн. Так, ребят, за бильярд деньги сдаем, пожалуйста. Это вэт-бар. Здесь установлена раковина, можно приготовить коктейльчики, потом бокалы сполоснуть. Здесь можно установить стойку для приготовления кофе, например. Небольшой холодильник здесь разместить. В общем, все, что нужно. Интересный вот такой закуточек. Полукруглое окно. Вот, и кушеточка, ребят, уже немножко находился. Так, сколько у нас там? 9991 шаг сегодня сделал. А еще снимать и снимать. Так, небольшую паузу, да, сделать? Так, ладно, ладно, все, не спать, ребят. Давайте закончим с этим этажом. Ребят, я вообще фанат бильярда. Ну, я ни разу не играл на бильярде с сукном вот такого цвета. Как вам, а? Это разрывает вообще все шаблоны. Не знаю, насколько сбивается в данном случае прицел. Вот, но выглядит вообще шикарно, да? А это все вместе, смотрите, с напольным покрытием. Это что-то похожее на элементы шкуры коровы. И вот здесь вот такие пятнышки розоватого цвета, но с блестками. А на стенах вот такие фиолетовые панели, сделанные, видимо, фрезеровкой на станке. Что тебе напоминает, да? Напоминает единорога. В смысле, по разноцветности, да? Очень необычно, скажем так, очень необычно. Но в целом, а где можно выплеснуть все свои эмоции с точки зрения такого визуала, как не на мансарде, где я вот пришел, пожалуйста, поиграл. Вот эта вот штука мне очень понравилась. Смотрите, здесь такой тоже эффект отражения. Видите, много меня. Видишь, много тебя, как ты их делаешь, и много меня тоже. Даже вот этот элемент в отделке очень необычный. Вообще, здесь все необычное на этой мансарде. Так, ребят, какая у нас там по счету? О-о-о! Видали? Кстати, подождите, свет-то есть. О-о-о! Все, мы сейчас все получится, все покажем вам. Посмотрите, каждый сантиметр. Вот это такая чемоданная комната, пожалуйста. А здесь эту нишу не стали закрывать, к сожалению, освещения нет. Вот здесь просто можно что-то складировать в углу, и не видно. Так, что у нас здесь есть еще? Ну, вы уже поняли, что лифт сюда тоже приезжает. Здесь гостевая спальня. Она прям очень небольшая. Можно ее как раз под комнату няне, например, отдать. У нее свое пространство. Свой санузел. Мозаики с душевой. И двигаемся дальше. Так, кладовка номер N, кладовка номер N плюс 1. Здесь уже, если честно, забыл, что… А, здесь, собственно, санузел для мансардного этажа. Сразу видно, что предполагался мужской формат использования. Мы это видим здесь по наличию писсуара. Очень удобно. И очередные сорта мрамора или гранита. Если честно, я уже запутался. Так, Тём, что там? Как думаешь? Гардирок? Ну, практически, да. Прошу. Ну, в наших проектах такие помещения мы называем хобби-комнатами. Ну, а здесь есть еще и определенная подготовка под домашний кинотеатр. Мягкое напольное покрытие. Темный интерьер. Сюда вешается экран или ставится огромный телевизор. Диван уже поставили. Вот с таким интересным столиком. Интересно. Все, хотел включить его. А, он еще с диммированием. О, все, гламур. Подвезли. Сюда, естественно, тоже выведена и приточно-вытяжная вентиляция, и кондиционирование. Будет прохладно и хорошо. Ну и, пожалуйста, две кладовочки. А вот сюда устанавливается оборудование. Все провода разведены под колонки. И, соответственно, есть розетки с выводами. Так что можно спокойно систему домашнего кинотеатра сюда подключать. Так, приплюсуйте к кладовочкам, пожалуйста, две штуки. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Я надеюсь, он вам понравился. И нам удалось подсветить интересные моменты в архитектуре, в дизайне интерьера. Действительно, согласитесь, дом очень необычный и есть на что посмотреть. Друзья, традиционно этот дом продается. Цену его вы можете узнать на обложке выпуска или в описании к этому ролику. Если вдруг цены нет, то значит, он, наверное, продан или снят с продажи. Если этот дом вас заинтересовал, пишите мне на почту alexsobaka-vesco.ru или в WhatsApp плюс семь девятьсот пятнадцать четыреста сорок ноль три четырнадцать. Вышлю подробнейшую презентацию с фотографиями, описанием. Если будет интерес, то организуем просмотр. Обязательно пишите все ваши мысли в комментариях. Все комментарии читаю лично. А также подписывайтесь обязательно на телеграм-канал собака-веско-алекс. Там у нас активная дискуссия всегда и максимально интересные и расширенные посты. С вами был Алексей Аверенов, канал недвижимости и строительства ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите! Пока-пока.